4 февраля, 11.00. В соответствии с распорядком трудового дня на промплощадке начинается обеденный перерыв. Как и посетители столовой, мы начинаем видеообзор от раздачи в кассе. Столовые приборы из нержавейки. Выясняется, что вопрос по алюминиевым ложкам-вилкам не актуален уже как год. Раньше, когда здесь питалось много работников из сторонних организаций, задействованных на строительстве обжиговой машины номер 3, приходилось восполнять утерянную нержавейку алюминиевыми приборами. Бывает сейчас и такое, что перед обедом все ложки из нержавейки, а уже на мойке нет-нет, да и промелькнет блеск алюминия. А вот и скудный, по мнению автора письма, ассортимент мучных изделий. В этот день было три вида хлеба, батон и 12 разновидностей сладкого, мучного и с мясной начинкой. Кстати, мы не раз замечали, что булочки из столовых цеха питания трудящиеся несут пакетами. Что касается свежести хлеба, то он завозится ежедневно. Сейчас хлеб на раздаче укрывают пищевой пленкой. Кстати, для объективности нашего материала добавим, что делается это после письма. Работники столовых всегда прислушиваются к пожеланиям посетителей. Данное обращение работников фабрики окомкования по поводу работы столовой было нам, конечно, полной неожиданностью, потому что мы постоянно работаем с нашими посетителями столовой. В течение вот этого года, прошедшего, 15-го и начало уже января этого месяца, нареканий вообще на столовую фабрики окомкования в наш адрес не поступало, потому что мы очень внимательно относимся ко всем обращениям, тем более к замечаниям и предложениям, и очень реагируем на них очень быстро. Для того, чтобы выяснить, как оценивается работа столовой, провели очередной опрос. Была заполнена 81 анкета, в 71 – положительные отклики, в оставшихся 10 – предложения, по которым персонал столовой сейчас работает. А что же с весом порций? Проверять каждое из 82 наименований блюд в меню, в том числе и диетических, это к вопросу об ожоге, мы не стали. Выбрали для контрольного взвешивания салат и беточки из печени. Мы сейчас взяли с раздачи салат из свежей капусты с огурцом и проверим, сколько он весит в действительности. В меню показано, что масса этого салата – 100 граммов. На весах показана масса – 102 грамма. Сейчас проверим и другие блюда. На 4 февраля в меню также значились беточки из печени. Мы сейчас будем взвешивать три беточка. То есть масса одного – 101 грамм, масса трех должна быть равна не менее 303 граммам. Взвешиваем. Итак, смотрим на весы. Масса трех беточков – 304 грамма. Даже на 1 грамм больше. В кассовых чеках названия блюд отсутствуют. Автор это подметил точно. Но в контрольно-счетных аппаратах, которые установлены в столовых и зарегистрированы в налоговой инспекции, этой функции нет. В будущем в компании «Металл Инвест» планируется внедрение единой автоматизированной системы питания, которой предусмотрена и детализация счета. А что же думают о работе свои столовые труженики фабрики, и окомкования? Отметим, что к одним посетителям обращались за интервью мы. Другие сами вызвали с нами побеседовать и просили, чтобы их мнение было услышано. Мне лично нравится, как здесь готовят. И я хожу в эту столовую постоянно. Я уже работаю здесь 40 лет. И вот 40 лет я хожу в эту столовую. Но сейчас разнообразия, конечно, больше. Блюд много, салата много, первых блюд, вторых блюд, мяса много. Особенно нравится мясо по-железногорски. Я работаю по сменам, и в основном, когда я работаю в день, бываю в столовой. Практически постоянно, когда работаю в день, бываю в столовой. Булочки беру я, и также у меня бывают девчонки заказывают, у них нет времени выйти сюда, и беру тоже им булочки. Нравятся сосиски в тесте в основном так. А питаюсь в последнее время рис, мясо, борщи. Я в столовой питаюсь каждый день. Все здесь очень вкусно. Сто мне нравятся куриные рулетики, такие сочные довольно-таки. Ну, мясо, отбивные. Все нравится, очень вкусно кормят. Все всегда свежее. Я ежедневно посещаю, и, собственно, никаких с моей стороны нареканий нет. Если есть отклонения, на фабрике существует контроль не только за работой столовой, но и за общественным транспортом, за работой АБК. Существует такой порядок. Если есть нарушения, рабочий обращается или делает запись, или обращается непосредственно к руководителю. И каждую среду на утреннем оперативном совещании при участии в зав. столовой мы рассматриваем все жалобы и предложения, и принимаются меры. Но таких я не помню случаев, чтобы что-то было не выполнено. Твердая пятерка. А те, кому чего-то не хватает, я считаю, это привереды. Постоянно в ассортименте первое, второе, и булочек достаточно. Хотя я сам булочки не особо люблю, но бывает, и есть что выбрать. И диетически, и с мясом, и с повидлом. В общем, лучше, кому лучше, тот пусть ходит в ресторан. Я считаю так. А для столовой очень даже хорошее меню, хороший персонал. Отдельно спасибо Тамаре Витальевне сказать хочется за оперативное реагирование на просьбы, предложения. За полтора года работы здесь я ни разу не хочу ничего, вернее, плохого сказать за то время, пока сюда хожу. Ну, в принципе, все. Я считаю, что то письмо, которое к вам в ящик поступило, это было ошибочное письмо. Остается добавить, что при составлении писем для ящика в обратной связи «Твой голос» надо быть максимально объективными. И если критика, то конструктивная. Вопросы не под настроение, а реально наболевшие. Ведь задача таких внутренних коммуникаций – решение проблем с целью улучшить нашу с вами жизнь на предприятии.